Итак, господа, женщины в наилучайший вес Чемпионки WIBF Честно говоря, я не знаю, какой из этих титулов в женском боксе котируется выше Но мне все-таки кажется, что титул WBO Чуть-чуть посерьезнее Но не это самое главное Самое главное, что они нам смогут показать Эти миниатюрные, маленькие девушки Хрупкими их не назовешь, они такие небольшие, коренастые Тем более, что на поясе у американки Введен надпись Майти Могучая Нам представили рефери в ринге Итак, напоминаем, чемпионский бой Десять раундов По две минуты Ну вы все поняли, господа Мы хотим честного поединка Чистого Удачи в бою Спортивного и удачи вам, девушки Надя Рауи Одно время женский бокс был очень популярен как в США, так и в Европе Ну и, конечно же, большую популярность этому виду спорта Среди женщин, наверное, принесли Две спорта Да, Али Дочка легендарного Мохаммеда И Наталья Рогозина Которые так и не встретились между собой Да, долго ждали любителей бокса и болельщиков этого боя Не раз девушки заявляли о том, что они должны выяснить, что это тоже из них сильнее Ну, женский бокс и судьба женщины, она сложнее намного, чем мужская Али ушла в декретный отпуск Ишло время стать матерью Потом после этого восстанавливалась Когда восстановилось, уже и время как будто бы прошло К тому времени Наталья Рогозина победила всех И в среднем, и в полутяжелом, и в тяжелом весе Ну а поскольку это... Не с кем было драться, завершила свою карьеру, вот и все Ну да, просто никто не хотел уже выходить в ринг против Натальи Ну, наверное, их по праву можно считать и ту, и другую Мисс бокс, наверное, может так Наверное Миссис, точнее И по их достижениям в ринге, и чисто по внешности, я бы сказал Да, бесспорно Вот так вот быстро заканчивается первый раунд С трех минут мы перешли на две И как-то вот так вот незаметно Знаете, такой сумбур происходит сейчас в ринге Я даже не понимаю, кто из них, кто из этих двух женщин Как правильно сказать, боксеров или боксер лидирует, я не знаю Спортсменов Спортсменов, да Выступающих по боксерским правилам Нет, ну в принципе то, что вот мы увидели в первом раунде Некоторый оптимизм все-таки внушает Девушки обладают определенной техникой, скоростью Вот внимательно вы видите, как слушает Мелисса Своего секунданта Значит, есть определенный план на бой Она его будет пытаться исполнить И несмотря на то, что соперница всего один раз проиграла Надя Рауи В своей карьере было это уже довольно давно В апреле 2010 года Но, сейчас расскажу пояс чемпионки W.O. W.O. у американской девушки Вот меня несколько удивляет Две представительницы прекрасного пола находятся в ринге А тренеры из той, с другой стороны мужчины Почему женщин, тренеров нету? Ну, наверное, и есть Потому что женский есть, конечно Из кого тренеры получаются? Из спортсменов, правильно? Конечно Ну, а женский бокс, в общем-то, только-только Входит в такую эпоху расцвета Во-первых, он стал, наконец, олимпийским Первая лондонская олимпиада была первая Когда женщины официально поднялись в ринге Разыгрывали три комплекта золотых медалей Значит, поскольку он стал олимпийским Он станет шире в географии Станет представительнее в численности И появятся женские тренеры Не волнуйтесь, будут они В эфире профессиональный бокс, друзья Трансляция из немецкого Магдебурга Вечер профессионалов Одной версии владеет одна американка Вот девушка, которую зовут Мелисса Макморроу Она в зеленой майке А ее соперница представляет Германию Зовут ее Надя Рауи Она владеет также поясом У одной пояс чемпионки WBO У другой пояс чемпионки WIBF Немецкая спортсменка крупно на ваших экранах 17 боев на профессиональном ринге 15 побед Одно поражение, одна ничья Полна желанием продолжить Такой красивый послуженный список Но соперница сегодня у нее Хоть и на 4 года старше Но нельзя сказать, что опытнее Но приехала Весекла океан Приехала Из Палуальта калифорнийского города Для того, чтобы доказать и здесь Что она чемпионка по-настоящему И действительно владеет поясом А действительно интересно, да, когда Вот это бой по-настоящему За чемпионское звание По большому, как говорится, гамбургскому счету Чемпионка одна, чемпионка другая По двум версиям И вот теперь так называемый Объединительный бой Совсем немного нам остается посмотреть еще боев Но бои, уверяю вас, будут интересные После этого боя выйдет в ринг Хорошо вам всем известный Лукаш Конечный Который не так давно проиграл Поединки за Урбеку Байсангурову Затем мы увидим Роберта Хелениуса против Майкла Спрота Тоже интересный бой, на мой взгляд В первую очередь посмотреть на Хелениуса Что он представляет из себя сейчас После небольшой паузы И не очень убедительных последних боев Ну и главный бой А мы, ваши комментаторы Андрей Шкаликов и Борис Скрипко Постараемся вас не разочаровать И рассказать все, что увидим Держать вас в курсе всего происходящего Здравствуйте, друзья На самом деле Там предстоит посмотреть еще Вот кроме этого Три интересных поединка Я в предвкушении Во-первых, мне очень нравится Тяжеловес Роберт Хелениус Мне интересно будет посмотреть Как же он будет Выглядеть в ринге С английским боксером Майклом Спротом Ну и самый главный бой Сегодняшний вечер Это реванш Штиглица и Абрахама Два легионера А точнее эмигранты, что ли Ну два боксера С советского пространства Которые приехали в Германию Которые всю карьеру проводят Родившиеся в Советском Союзе Да А сейчас выступающие за Германию И получившие давно уже гражданство Этой страны А у нас заканчивается третий раунд Напоминаю, бой за звание Чемпионки мира по двум версиям Женский бокс Это чемпионский бой Десять раундов по две минуты Три из них раунда Уже позади Зал потихоньку заполняется Все вы знаете, что Традиционно Большинство любителей бокса Зрители в зале Приходят уже на самые главные поединки Хотя вот немецкая публика Она, вы знаете Мне кажется Как никакая другая Подходит, что ли, для бокса Во всяком случае, боксеры Которые выступают в Германии Даже не в самых главных боях Они всегда отзываются об этой публике С очень большой теплотой и любовью Потому что, во-первых Я не говорю о Самых главных поединков Зал Дополняется, как правило, уже за два-три боя И сидят, внимательно смотрят Болеют от всей души Те паузы, которые иногда могут возникнуть Во время боя Терпеливо ждут Терпеливо ждут Ведут себя очень Дисциплинированно И при этом очень доброжелательно И так всем спортсменам Это очень важно Ну и самое, наверное, приятное То, что Зрителей можно назвать Все-таки честным и порядочным Вот в предыдущем бою Немецкий боксер Гербер Победил Боксера из Нигерии Алакуна И там было несправедливое решение Судей Мы это Реально увидели И зрители это оценили Они были все против Ставил такой гул Недовольство В зале И когда Алакуон Который выиграл Безусловно Этот бой Уходил с ринга Его приветствовали Пожимали ему руки Нескоря на то Что он победил Немецкого боксера Но у нас Сейчас пойдет Вторая минута Четвертого раунда Так трудно сказать пока Кто же из девушек Лидирует в этом бою Потому что Больше Чуть-чуть больше Атакует американка Она как бы идет вперед Она чуть поактивнее Да Но это в общем-то Еще не определяющее В этом бою Качество Потому что Судьи внимательно смотрят По-моему Гораздо внимательнее чем мы Потому что мы несколько Отвлеклись Представляем вам все Весь сегодняшний вечер Все-таки Не первый раз Мы уже видим И комментируем Женский бокс Тем не менее Лично для меня Несколько непривычно Как-то вот наблюдать Когда Женщины дерутся в ринге Я несколько изменил Своё отношение К женскому боксу После Олимпийских игр Вы знаете Потому что То что происходило В Лондоне Как зрители встречали Девушек И как болели Ставим Девушки отдыхают 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 Совсем недавно Да Поединок потихоньку подходит к середине Знаете, до сих пор происходит такой сумбур И темп-то высокий Но попаданий очень-очень мало Во-первых, обе спортсменки закрыты Они держат руки на месте И крайне редко чистые удары доходят до цели Но ударов выбрасывают очень много Темп высокий на самом деле Настрой, желание, все чемпионское в этом байке Я всего лишь несколько раз видел Такие вот Правдин, настоящие, интересные женские поединки Знаете Вот когда на самом деле дерутся и попадают Эти удары слышны и видно Бесспорно женский бокс популярен Он становится все более-более популярнее Да, становится популярнее И, наверное, есть у него большое будущее Но лично я вот как-то отношусь к этому Несколько прохладно, потому что непривычно для меня Сама картинка И я не понимаю, что Ну вы прекрасно знаете, Андрей, что если женщина чего-то захочет Ну да А почему они это хотят? Ну вот это девушки хотят и добились Добились того, что бокс стал уже олимпийским видом спорта А это уже все значит Серьез и надолго, как говорится Крупный план немецкой спортсменки С переменным успехом идет поединок Вот сейчас нам показывают фрагменты пятого раунда Вот, правый снизу провела рауи Очень неплохо Напоминаем, это на легчайший вес Рост девушек небольшой Где-то 155, 166 сантиметров Ну что вы хотите И вес, соответственно Ну и вес, да Бесспорно Ну так они атлетично сложены Смотрятся неплохо Ну по крайней мере, они не нарушают правила вообще Рефери даже не вмешивается в исход боя Он просто двигается В исход боя Неподалеку, как бы находится Контролирует, как проходит поединок И почти не вмешивается Наверное, все-таки Несмотря на то, что... Билиси Макмору Вот сейчас пытался... Ана активнее, но она проигрывает Ана активнее, но она проигрывает, да Вы абсолютно точно заметили Потому что рауи, мне кажется, поточнее Бьет меньше, попадает больше Такое впечатление, что перчатки слишком большие На этих спортсменках Девушки миниатюрные Ну да, поэтому, конечно Заканчивается шестой раунд И это означает, что впереди нас еще ждет 4-2 минутки Сейчас прозвучит удар молотка Это значит, что до конца этого раунда Шестого раунда останется всего лишь 10 секунд Вы так считаете, Андрей? Сколько до конца раунда? Сколько до конца боя? У меня складывается впечатление, что вы ждете с нетерпением Когда же это все закончится Я жду, честно вам скажу Я жду бой Роберта Хелениуса И главный сегодняшний поединок Штиглиц-Абрахам Поехали! 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 Седьмой раунд сейчас начнется. Спортсменки готовы скрестить перчатки вновь. И так прям побежали друг на друга с ударом гонга. Ну, бесспорное желание то и другое выйти из ринга победительницей. Все-таки на кону стоит два чемпионских пояса. Как мы уже сказали, WBO и WIBF. Каждая владеет одним из них. И бой получился у нас объединительным подгум-версием. Как ни странно, я сейчас вспоминаю, так вот на памяти у меня даже нет... Не могу вспомнить, есть ли вообще женский бокс в Африке. Я даже не помню темнокожих спортсменов, которые выступали за какую-то африканскую страну. Мне кажется, что наиболее популярный этот вид спорта все-таки в Европе. В Европе, в США, в Латинской Америке появились девушки. Да, рефери сильно не напрягается. Он внимательно следит, как проходит бой и практически не вмешивается. Не говорит ни стоп, ни... Ну, девушки, не нарушают правила. Да, вот точное попадание лево-боковой. Американке, да, неплохо, неплохо. Похоже потерялась сейчас немецкая спортсменка. Да, американка пошла вперед, будет пытаться развить свой локальный успех. И вроде бы, ну, удар был не самым сильным, но все-таки, конечно же... И Рау его почувствовал. Да, почувствовал, а ее так пошатнуло, и она закрылась. Просто бесспорно, мужчины могут вытерпеть более, конечно же, сильный удар. Пролетели быстро две минуты этого раунда, потому что он был такой активный, темповой. Но вот этот раунд, пожалуй, был за американской спортсменкой. Его можно было отметить тем точным попаданием, а потом добиванием... С попыткой добиванием. Да, Мороу своей сопернице. Но, тем не менее, седьмой раунд закончился, и осталось нам посмотреть восьмой, девятый, десятый. Шесть минут чистого боя нас ждет. Да, сейчас получает наставление. Довольно высокий темп боя был, да, и очень интересно. Мне кажется, что вот в последние, заключительные раунды этого боя очень много будет зависеть от того, сколько сил осталось у спортсменок. Вот мы видим, сейчас нам показывают угол немецкой девушки. Можно разглядеть. Ну что, устало, конечно, но запредельную усталость, в общем-то, пока еще не чувствуется. Это секундант немецкой спортсменки. Он не похож вообще на тренера. Почему? Не знаю. Ну, по крайней мере, внешне. А у секунданта у тренера должно быть определенная усталость? Конечно, но должен быть, как у любого боксера, сломанный нос и поломанные уши. Но все-таки-то женский тренер. Поэтому... Ну, активизируется Морроу. Она почувствовала вкус крови в предыдущем раунде. Мак Морроу. Мак Морроу. И пытается наверстать упущенное в первых двух минутках. Она чувствует победу не за горами, но для этого нужно постараться. По крайней мере, одержать победу вот в этих оставшихся раундах. И такое чувство, как будто Надя Рауи, она устала. Устала больше, чем американская спортсменка. Она все больше и больше отступает, посмотрите. И очень тяжело дышит, когда находится в углу, в перерыве. Ну, хотя вот мне показалось, что еще сил много. Она дышала... Пропустила она снова. Достроена Морроу очень хорош на этот бой. Она пытается задавить свою оппонентку. Не всегда у нее это получается. Но вот когда была более свежая Надя в первых раундах, шанса у Мак Морроу не было. А сейчас она вот все больше и больше навязывает свой бок соперницы и поднимает пемп. Не сказать, чтобы она двигаться к победе, потому что большую часть этих двух минуток она уже проиграла. У Милиции Мак Морроу явно ирландские корни. Это видно, ну, во-первых, фамилия, во-вторых, вот цвета ее, да, зеленая майка, трусы. Все такое напоминает чем-то ирландские цвета ирландского флага. А в Ирландии женский бокс, это, я вам скажу, давно уже один из превалирующих видов спорта. Я вспоминаю Олимпиаду и бой финальной нашей Софьи Очигаво, и что творилось там со стороны ирландских болельщиков. Какая была поддержка Эйлор, и как она, ну, она выиграла в итоге, но она чувствовала за собой такую, вот, вы знаете, я не знаю, всю страну, каждого человека. Дыхание вот это, этот ирландский дух. Ну, чувствуется, что с байвым духом у этой девушки тоже все в порядке. Да. Ну, так вот, по словам ее тренера, секунданта, я понял, что его практически все устраивает. Небольшие наставления получила американка в перерыве и вышла на очередной раунд. Начались чемпионские двухминутки. По праву можно назвать чемпионские, потому что вот именно сейчас решается судьба двух чемпионских поясов. Я помню, WBO и WIBF. Неплохо, да? Американка все лучше начинает действовать. Довольно точно. И она разнообразнее сейчас, в общем-то. И она все чаще и чаще достает левым боковым по челюсти своей соперницы. Да, и по челюсти, и по туловищу тоже. Уже отмахивается из последних сил немецкая спортсменка. Да, силу она исходит. Тент-то очень высокий. Несмотря на то, что девушки боксируют всего лишь две минуты в каждом раунде, тем не менее, они сил потратили... Очень много ударов выбрасывается. Ну, больше, чем мужчин, намного. За эти две минуты. Загоняло практически свою соперницу Мак Морроу. Не опасное встречное движение той и другой спортсменки сейчас мы увидели. Но, к счастью для них и для нас, удары не достигли цели. Удар молотка. Заканчивается предпоследний раунд. Попадает навстречу американка. Она все лучше и лучше выбьет в этом бою. Да. Так, несколько неуверенно пошла в свой угол. Надя Рауи. Если в начале боя, по крайней мере, первые 3-4 раунда, я как-то определил для себя, что немецкая спортсменка победит, она была точнее, она была увереннее, то где-то в раунде в шестом что-то в ней сломалось. Она, наверное, пропустила сильный удар. Сильный левый боковой. И сейчас ей уже приходится, вот, последний раунд, ну, будет решающим, я думаю. Очень настойчиво что-то требует секундант сейчас от своей подопечной. Ну, мне кажется, Мелисса Макмору должна еще больше увеличить альтернативу. Ну, во-первых, а во-вторых, утвердить, что ли, свое преимущество. Потому что не будем забывать, что Надя Рауи хозяйка ринга. Бой, конечно, сейчас лучше смотрится Макмору, но бой, в принципе, довольно близкий, поэтому судим, судим надо доказывать заговорочное преимущество. Ну, поактивнее сейчас смотрится Надя Рауи. Она помягла, надо отыгрываться. Клинчует. Вот, в рефере пора вмешаться. Откровенный бой пошел. Очень, очень откровенный. Ну, вот, а если девушки разойдутся, здесь уже остановить их трудно будет. Ну, их придется остановить суде уже через минуту и 20 секунд, потому что поединок закончится. Ну, осталось совсем немного до конца, и та и другая старается уже не навязать свое преимущество, а сделать все возможное для победы. Нанести максимальное количество ударов и попасть точно в цель. Ну, разозлились обе уже. Разозлились окончательно. Рауи поняла, что поступать больше нельзя. Ну, американка, конечно, не будет уступать. Она поймала свою волну. Совсем неплохо, вы знаете, Андрей. Я вот сейчас смотрю внимательно. Много-то что умеют эти девочки? Да, еще мужчина можно поучиться у этих девчонок. По крайней мере, по этому высокому темпу, так уж точно. Пожалуй, желание у них и у той, и у другой не занимать. Да посмотрите, я вот смотрю за американкой. Разнообразно действуют, посмотрите, боковые, в ближнем бою. Как-то смело на концовку этого раунда, этого поединка. Ну, вот, слава богу, все закончилось. И сейчас мы услышим счет судейских записок. Нам, наверное, и, наверное, точно скажут, и даже покажут счет каждого судьи, бокового судьи. Ну, посмотрим. Довольно равный бой был, в принципе, да? Конечно, вот эта девушка, милиция Макмору, во второй половине поединка смотрелась лучше. Ну, по крайней мере, четыре раунда она выиграла, это уж точно. Может быть, и пять. Надо решать судей. Ну, да, мы можем догадываться, судей нам, ринг-анонсер, точнее, нам сейчас объявит, кто же из них выйдет из ринга чемпионка мира по двум версиям. Все-таки не будем забывать, что в первой половине боя, ну, в первых, скажем так, четырех, наверное, раундах, надзирал бы и было чуть поточнее. Ну, будь я главным судьей, я бы отдал, все-таки ничью бы сделал в этом бою, и пусть каждый останется при своем чемпионском поясе. Что привезли, пусть темы выразведутся. Может быть, вы не столь далеки от истины, Андрей. Ну, посмотрим. Да, как зрители приветствуют немецкую спортсменку. Она родилась здесь, живет в Эссене, неподалеку от Эссена родилась. Это северная Вестфалия. Ее здесь хорошо знают. Ну, с самой лучшей стороны показалась его для себя здесь и гостья немецкого ринга. Вот эта девушка Мелиссия Макморроу. Однозначно можно сказать, что эти девушки не испортили сегодняшний вечер абсолютно. Нисколько. Какими бы ни были мы с вами скептики в отношении женского бокса, бой все-таки был совсем неплохим. Ну, и, наверное, все-таки двигает девушек то. Это похвала зрительское внимание и похвала их фанаток. Ну, посмотрим, посмотрим. Эти аплодисменты, бесспорно, чемпионский пояс. Но мы уже не говорим, неплохой гонорар. Короче, для них это просто-напросто является обыкновенной работой. Ну, и то, что бой объединительный, как мы уже говорили, два пояса, это тоже имеет свое значение. Итак. Ого, ну какая разница. 99-91. 96-94, вот это ближе, да, в счет. Также 96-94 единогласным решением. Ну, действительно, 96-94, вот эти сейчас, которые дали двое судей, мне кажется, он наиболее близкий и соответствует тому, что мы с вами увидели. Поздравляем Мелиссу Макмору, молодец, очень хорошо провела бой, хотя поначалу все считали, что все-таки более фаворитом будет выглядеть в бою немецкая спортсменка. И она поначалу смотрелась очень хорошо, но Мелиссу Макмору, благодаря своему характеру, благодаря тому, что темп задала высокий, физически была, да, желание, и физически была очень хорошо подготовлена к этому бою. Да и тактически, наверное, тоже. Спасибо. 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 Спасибо.